Сразу хочу сказать для тех, кто напишет такую фразу Ох, уже прицепилась к сансаре Ребят, это мой один из самых любимых каналов И прицепиться точно не к чему Всем огромный-преогромный привет, рада видеть вас на своем канале Надеюсь, вы тоже рады меня видеть Ребят, я увидела ваши комментарии И вы всегда мне подсказываете, что на каком-то из моих любимых каналов вышел новый видеоролик И также вы написали мне тут же, как только вышел видеоролик на канале Сансара И я, возможно, бы его все равно посмотрела Потому что это один из моих любимых каналов Но, может быть, не так быстро Но, как только я увидела в комментариях Я сразу же побежала смотреть И, знаете, если честно, я прям вот не смогла, чтобы не поделиться с вами Хотя я уверена, что практически все мои подписчики смотрят этот канал Ну, потому что этот канал невозможно не смотреть И он даже не нуждается в абсолютно никакой рекламе И он очень интересный И там настоящие добрые дела И я то плачу, то радуюсь с их героями Но здесь я просто пребывала в шоке В прямом смысле слова, наверное, как и каждый из вас, кто все это дело лицезрел А ситуация там такая Ну, вкратце просто объясню, чтобы с вами порассуждать В общем-то, поступила такая просьба к Диме Что якобы две женщины, мама и дочка Живут на улице, скитаются И в данном случае они находятся на вокзале И представляете, это ЖД вокзал, город Уфа Это мой любимый город, откуда я совсем недавно приехала И я очень люблю Уфу И поэтому, знаете, я прям так насторожилась, когда смотрела видеоролик Ну и, естественно, Дима без всяких сомнений Срочно купил билеты, которые были, конечно же, недешевые Потому что были куплены экстренно Отправился в Уфу И переговорив с этими женщинами Он, в общем-то, поверил в сложную, трудную такую их ситуацию Девочка рассказывала, что они живут уже давно Вот так вот скитаясь И, в общем, сама мама рассказала Что там возникли проблемы именно из-за того, что она заболела И там была болезнь несложная И она сказала, что это была онкология И, в общем, все близкие от нее отвернулись И было решено срочно искать квартиру Ну, а так как у них была собака и кот То квартиру в срочном порядке сложная найти Ну, не каждый хочет брать к себе в квартиранты С собакой, с котом Ну, потому что животные имеют свойство портить и мебель, и пол Ну, у кого они живут, вы сами все это понимаете Но все-таки путем таких тяжелых поисков Квартиру нашли, договорились Поселили туда эту женщину и девушку И эта девочка, она даже рассказала Что она еще даже не может представить Что она живет в квартире И ей надо как бы чуть ли не поверить в это Что она так безмерно счастлива Нам показали эту квартиру Довольно хорошая квартира Кухня обустроенная Можно готовить И вообще квартира довольно приятная И казалось бы, да Какие могут быть, да, проблемы Люди скитались на улице Даже на вокзале ночевали И здесь их заселили в жилье И это получается, знаете, как будто попали в рай С прошлого места жительства То есть, которого не было Но не тут-то было Только вернулась команда, да Назад в Москву И прошло буквально, да, там пару дней И написали риэлторы Риэлтор написал Диме сообщение Что женщина эта якобы просит задаток В размере, который 5 тысяч И который давал Дима И якобы хочет выселяться с квартиры Конечно, он был в шоке Я тоже была в шоке И не могла понять, что к чему и зачем Зачем было, в общем-то, просить помощь То, что они без жилья Конечно, всё это потом я поняла Сразу, конечно, любой не въедет И он позвонил ей И тут понеслось, что квартира вонючая Воняет канализацией Холодина невозможная Они окалели Диваны деревянные У неё то болит спина, то ещё что-то болит От сиденья на вокзале у неё ничего не болело От скитания по улице у неё ничего не болело Нигде ничем ей не воняло А в квартире Нормальной, уютной квартире Ей всё кругом воняет Всё кругом болит И кажется, вот где подвох Где зарыта собака И при всём этом она требовала Чтобы вернули задаток В размере 5 тысяч рублей Который она-то и не давала И не имеет абсолютно никакого отношения К этим деньгам Далее последовал разговор о том Что там якобы вот надо поговорить о том Чтобы вот снимали Типа как видеоролик Чтобы его, наверное, не выпускали На что ей сказали Что слушайте, как это так Не выпускали видеоролик Вы же знали, что мы блогеры И всё-таки вложили столько денег И квартиру оплатили И оставили ещё деньги Маме 10, дочке 5 Закупили кучу продуктов Чтобы они там питались И чтобы у них всё было На первое время Мама расторжирила деньги Накупив себе шмоток И корм с собаком С котом С витаминами Отметила даже С витаминами И ещё и хотела вернуть Задаток Короче Я вообще была в полном шоке От этого всего Точно так же, наверное Как был в шоке Дмитрий Ну потому что, вот знаете Когда смотришь их видеоролики Ну не встречается такого Хотя уже у них был Вот такой вот, да Похожий момент Он об этом и рассказывает Я уже не буду повторять Всю эту тему И уже кажется, да На ошибках всё-таки учатся Но люди, которые помогают И имеют внутри доброе сердце Которые занимаются благотворительностью Очень много раз прокалываются Я знаю сама по себе И наступают на те же грабли Не то чтобы прокалываются, да Но вот получают вот такие вот, да Всякие нюансы Где обманывают Где дурят Ну, в общем, такого плана, короче И так же и здесь получилось Я не знаю, откуда У Сен-Цары столько было терпения И ещё даже выслушивать разговор И спокойно с ней говорить по телефону Когда она гнала на эту квартиру Что там вонь, канализация, холод И твёрдый диван А ей, наверное, там перину стелили на вокзале Я, наверное, бы уже Сцепилась бы с ней в словесной перепалке И не выдержала бы Но он спокойно с ней поговорил Но понятно, что на расстоянии Вопросы эти решать сложно Далее ему снова звонила риэлтор И рассказывала, что она Вот встречались и с хозяевами И тоже всё переругались И она всё-таки требует эти пять тысяч И она уйдёт И хочется спросить Какого фига ты требуешь эти пять тысяч Если ты их не давала И она там произносит такие слова Что якобы у неё там где-то стройка И то ли квартиру, получается, продала Чтобы вложиться в стройку И понятно, что сейчас ей жить негде Тогда тут сразу ответ на все вопросы Что это чисто какие-то мошеннические действия И ждала, видимо, она от блогера Вовсе не квартиру, которую ей снимут И туда заселят А просто, наверное, ждала Что ей дадут деньги Чтобы снять квартиру И, возможно, это был специальный Какой-то продуманный ход Для того, чтобы обдурить людей Но больше у меня нет никаких ответов Конечно же, хотелось бы И многие пишут о том Чтобы он показал лица Что пусть люди знают своих героев Но, понимаете, он тоже не может это сделать Потому что нет согласия этой стороны Чтобы их показывали в видеоролике И так, конечно, он молодец Что он не скрыл всю эту ситуацию И всё это опубликовал в видеоролике Хотя он и просит, да, не судите строго Но, если честно, тут даже Суди, не суди Но, я говорю, у меня волосы дыбом вставали Когда я всё это смотрела Говорю, это просто вот какой-то шок И думаю, вот как так можно, да? Ладно, можно облапошить какого-то блогера Который не подкованный Ещё очень мало, да, находится в благотворительности И, может быть, мало помогал людям Не особо доверчивый Но здесь крупный блогер Который уже столько сделал добрых дел И вот как-то так провести его Это надо быть подкованным неплохо Поэтому девочки постарались Но я ещё в шоке от этого ребёнка Который тоже под мамину дотку плясала И вот получается, она тоже брехала Говорила неправду Хотя многие вот и пишут, да, что как бы В первую очередь жалко эту девочку Что вот, что из неё вырастет Потому что всё она делает, что говорит ей мать И даже не понимает, что вот она всё-таки делает плохо Что вот она вот врёт И с самого уже такого возраста Начинается вся у неё жизнь С вранья из таких вот неправильных действий Короче, ребят, не знаю, в шоке я от всего Но в итоге всё-таки Сансар эти деньги Оставил ей Потому что риэлторы говорили Что вот я уйду Только вот верните мне эти пять тысяч Ну понятно, где он на расстоянии Будет решать вот такие вот вопросы Понятное дело, он всё-таки отдал эти деньги ей Якобы для заселения в хостел Хотя я не понимаю, какой хостел Вероятно, там вообще никакого хостела не было и не будет Это лишь специальный какой-то был ход В общем, ребят, жду вашего мнения Что думаете вы по этому поводу Я уверена, что точно 90% моих зрителей Смотрят видеоролики на канале Сансара И жду вашего мнения, жду ваших комментариев Всем, как всегда, прекрасного настроения Прекрасной рабочей недели Добра, любви, понимания Ну и, как всегда, здоровья, здоровья И ещё раз здоровью Обнимаю вас сердцем и душой Всем пока, мои хороши Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!